Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пик Александрович. И мы продолжим наше Утро на Болткоме очень интересной темой. Фестиваль. Фестиваль цветов «Сон в летнюю ночь», который проходит и который можно посетить и совершенно невиданное, получить ощущения и впечатления. Вот об этом фестивале и о том, насколько было сложно восстановить Покруйское поместье, об этом расскажет нам предприниматель Гедрюс Климкевич, с которым с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, дорогие. Доброе утро. Ну, наверное, начнем с того, каким образом, каким вы приняли вот эту усадьбу и каким образом происходило восстановление и почему она превратилась в такой цветущий сад? Откуда была пришла эта идея создать такое вот цветение самых разных цветов и ароматов? Эта история уже в десятилетней давности приняла вызов восстановить самую большую усадьбу в Литве, может быть, и в балтийских странах. Она занимает 15 гектаров, плюс у нас 26 зданий. Это чтобы пройти всю усадьбу, надо 20 минут как минимум по прямой. И, конечно, хотелось сделать то, что еще никто не видел, и нашим что-то интересное, что еще нигде нет. И мы всегда себе становили вызовы, чтобы сделать такие мероприятия, что, ну, просто удивить всех. Я думаю, что многие слышали уже от наших фестивалей света, большие китайские фонари, которые к нам приезжают, тоже много латышей. Да-да, были у вас зимой. Да, и в прошлом году мы это сделали в Сигульде, привезли этот фестиваль как бы из нашей усадьбы. Вот и после восстановления, конечно, надо было придумать, что будет внутри, чтобы люди приехали. Архитектура такая, какая у нас есть в Литве, усадьбы, дворцы. Ну, скажем, не очень-то удивишь. Так открыто, если говоря, не очень-то удивишь. Ну, приедешь, ну, много усадьб разных. Они более-менее все классические. Или готика, или классицизм. Ну, более-менее все так как бы мы представляем внутри у себя, в мозгах, что, ну, да, ну, да, старина. Но люди хотят что-то вау. Вот. И мы решили реально не только, чтобы было восстановлено красиво здание, покрашенное, как было в старину, но решили сделать и жизнь XIX века. То есть у нас каждое здание, что-то у нее внутри происходит так, как было в XIX веке, как жили бароны, фонропы. И вот история с фонарями тоже пришла от наших бывших хозяинов этой усадьбы. В XIX веке было очень популярно ездить, ну, как бы, Европа и Китай. Были большие, как бы, хорошие отношения, экономические отношения. И, понятно, и наши бароны ездили туда, в Китай. И он, приехавший, придумал, что увидел китайский фестиваль света в Зингонге и в своих вспоминаниях написал, что вот было бы интересно что-то похожее делать у нас и в Литве. Вот так и было. Так мы с этой идеей начали ходить и нашли, что реально это будет первое мероприятие, такое у нас в регионе, что такое нигде не было. И привезли, и было ВАУ. Сто тысяч людей к нам в первый фестиваль и приехали. С этого это был импулс, импулс сделать и следующий фестиваль ВАУ. Придумали, что надо сделать фестиваль цветов, чтобы просто то, что усадьба была вся в цветах. Как бы и в этом году мы себе сделали вызов сделать фестиваль утопический. Как бы негативное слово немножко такое, утопия, то есть которую нельзя воплотить. Но нам кажется, что мы воплотили. И столько цветов, это реально утопия. Как проходит этот фестиваль, и что кроме цветов? Я понимаю, что не только цветы, но и разнообразные овощи также будут представлены очень красиво на эффектных клумбах. Вы знаете, это концепция. Концепция. Мы каждый год думаем, какие интересные творческие решения предложить и показать нашим гостям. Первый фестиваль, как мы открыли, мы сделали скульптуру на 130 метров. Просто вся скульптура была в цветах. Прекраснейший наш осел, самый большой в мире, 12-метровый. Правда, голый, который немножко и смущает, но с другой стороны провоцирует на такие разные шекспирские творческие мысли, так как этот осел из пьесы. И это было, конечно, первое то, что сказали, что это необыкновенно. И вот в этом году уже пришли к следующему такому решению, который, я думаю, тоже будет ярким. И для многих первый раз видно, что цветы и овощи, цветы овощей, они тоже прекраснейшие и очень интересные. И если вспомнить историю, даже и картошку, цветок картошки, его показывали как, брали как цветок, правильно? Да, да, да. Кавалеры прикрепляли к своей одежде, да. Да, да. И капуста, и артишок, и так далее, они будут рядом с нашими летними цветами, будет в композициях. Я думаю, это будет новое открытие для многих наших гостей и любителей природы. Скажите, а почему именно «Сон в летнюю ночь», почему именно «Шекспир»? Ну вот про Китай, про фонари вы рассказали предысторию. Барон съездил в Китай, там проникся и захотел сделать у себя. Связь Литвы и Шекспира? Шекспир, это пьеса, это фантазия. «Сон в летнюю ночь» — это как, если читать пьесу, мы видим, что в усадьбе дворяне становят спектакль. И там происходят очень интересные, сумасшедшие даже события. Это фантазия каждого из нас. Там шекспирская логика, шекспирская фантазия происходит на утопические вещи. Поэтому то, что мы любим, это и есть. То, что провокация, утопия, фантазия — это и разрешает тебе делать магические вещи. Поэтому у нас во время фестиваля и театр, и цветы, и жизнь XIX века — все в одном. Поэтому сценарий проходит у нас с 12 дня, как открывается фестиваль, и весь день. Реально мы попадаем в жизнь XIX века с чекспирском пониманием. То есть получается, что в этих помещениях усадьбы можно, как на машине времени, перенестись в XIX век. То есть там будут актеры в костюмах также воспроизводить жизнь этого XIX века. А еще, я так понимаю, что сам фестиваль, вот в какие даты будет происходить, когда нужно приезжать, в какое время? Фестиваль открывается в этот уикенд и будет проходить до конца сентября, когда первый холод придет, и цветы уже уянут. Так что все лето, каждый день, на весь день. Вот я как раз и хотел спросить, что ожидает? То есть можно приезжать ли всей семьей, там с детьми, с маленькими детьми, чем можно занять, там будет детей, и самое главное — покормить. Ну то есть вот если мы говорим про то, чтобы провести весь день. Да, конечно. Это у нас очень развита как бы тема семьи. И у нас есть даже замок для детей. Есть, ну, странно, может быть, странно звучит, но дворяне, когда они жили, они старались как-то себя представлять, представлять, показывать, что они интересны, интересную жизнь имеют, и разные свои действия имели. К примеру, мы показываем, и так как и было в XVIII-XIX веке, можно у нас увидеть соколиную ферму. То есть мы восстанавливаем сокольничество. У нас и соколы, и разные грифы, которые дети могут увидеть, как они летают. Даже верблюд, не говоря уже о хозяйстве обыкновенном, овцы, куры и так далее. Конечно, это очень интересно, и для детей это можно заниматься, смотреть и часто петь чуть не полдня. А если говорить о ресторанах, так у нас историческая кухня, три ресторана, кафе разные. Так что попробовать, поинтересовать, ну, попробовать и узнать то, что у нас, что было в XIX и в начале XX века есть. Я добавлю, что у нас здесь как бы Покроис, это родина литовского пива, столица литовского пива, поэтому и когда-то в каждом доме варили пиво. И мы тоже открыли, восстановили, точнее, пивоварню, которая работала в усадьбе с XVIII века. И также спиртной завод тоже у нас был уже с XVI века, который варил всё время разные, ну, делали спирит, а из спирита в основном делали настойки, настойки для аптеки. Так как наш барон имел в городе аптеку и даже больницу 24-местную больницу. Вот. И этот спиртной завод, на нём как бы дистиллировалось, делались дистилляции, и из них делались настойки разные, которые употребляли и для здоровья, и уже... Для удовольствия. И для того, чтобы немножечко навредить здоровью. Да, для других вещей. Ужасно интересно. Гидрис, да, если фестиваль продолжается до осени, меняется погода, цветы же тоже, они имеют срок жизни свой. Как вы постоянно их дополняете, обновляете, да? Вы правы. Это очень правильный, интересный вопрос. Поэтому фестиваль цветов, он отличается, скажем, от фестиваля света. Чем он интересен? Что цветы, они каждый день меняются. Даже цветок меняет свой свет. Поэтому, скажем, и они растут. Некоторые, скажем, в свое время уже отцвели, остаются только листья. Поэтому мы восстанавливаем, и мы садили цветы, и присматриваем, чтобы цветы, если которая, скажем, пропадет, другая возродится. И поэтому к нам у нас цветы каждую неделю имеют свой свет. Даже эти петуни, которые у нас знаменитые колонны сердец, они меняют свой свет осени, они еще ярче. Поэтому каждую неделю можно ехать и увидеть более-менее другой уже вид. Или остаться на месте, потому что переночевать тоже в усадьбе можно же. Да, и, конечно, у нас три гостиницы, в которых можно хорошо отдохнуть. Тоже все исторические. И, скажем, что мебель, ну, 21 века мебель не найдешь. У нас вся реально историческая мебель. Мы, ну, как бы, хотели показать и дать людям, нашим гостям, почувствовать жизнь вот прошедшего времени. Как бы возвратиться хоть немножко, почувствовать то, что у нас в голове представляется, как они жили вот в этом 19 веке. Даем возможность вернуться сто лет назад. Гедрюс, а вот еще один момент. Если, например, кто-то захочет провести мероприятие, справить день рождения, юбилей, сыграть свадьбу в таких очень необычных условиях, это тоже возможно? Да, мы, конечно, делаем все, чтобы наши друзья, наши гости имели возможность не только провести хорошо времени, если нужно, и отпраздновать свои какие-то праздники. День рождения, праздники. Да, у нас есть и залы и на 500 мест, и на 300. Так что разные помещения, конечно, все есть. И даже в спиртном заводе можно праздновать день рождения. И смотреть, как делается дистиллятор, дистилляция. Живанецкий вспоминается, да? экскурсия вызовут. Откуда не хочется уходить. Да, и наверняка ведь не только для семей, но и для влюбленных это тоже очень интересный такой вот опыт, например, взять любимого человека, отправиться в этот мир, сделать сюрприз, например, для любимой, отвезти ее, показать такое романтичное место. Дорогие, да, я думаю, что более романтичного места трудно найти, если, конечно, хочешь что-то прекрасного показать женщине, но женщин для цвета это все, а попасть в рай цветов, я думаю, возможность есть, реальная. И эта реальная возможность находится всего в 140 километрах от Риги два часа на машине, выходные билеты от 10 до 17 евро для взрослых, от 8 до 13 для школьников, студентов и пенсионеров. Итак, в этот уикенд в Покройской усадьбе начинается фестиваль цветов сон в летнюю ночь, тысячи цветов, композиций из цветов, ковров цветовых, а также впечатляющие скульптуры высотой до 6 метров. Вопрос сразу работает ли в каждый день, то есть только выходные или каждый рабочий день тоже? Ну да, как цветы живут, так и мы работаем. Каждый день с утра с 11 часов до 6 вечера мы всех приглашаем. А в понедельник у нас билеты чуть дешевле, мы делаем специальный день сеньоров. В любом случае вся уточняющая информация легко гуглится и на сайте усадьбы тоже можно найти. Ну что же, спасибо большое. Огромное спасибо Гедрис Кимкевич предприниматель восстановивший Покроевское поместье, который проводит такие сумасшедшие в самом хорошем смысле мероприятия. И получается, что вот с этих выходных до конца сентября без перерывов на обед с 11 до 18 каждый день по понедельникам особые цены. Покроевское Муйже, господи, Муйже. Муйже, Покроевское Муйже ждет и вас, и нас, Гедрис. Огромное спасибо и удачи, и хорошего солнечного лета. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Спасибо. Обязательно приедем. Ну и всех действительно приглашаем. На этом наше утро на Болткоме завершается. Но я еще вернусь с программой Синема. Поговорим о премьерах этой недели. Радио Болткома